Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Тиресии. Тиресии фиванский прорицатель. Впервые упоминается в Одисее, где он уже мертв и находится в подземном царстве. Кирка послала Одиссея посоветоваться с Тиресием. И Одиссей вслушивает странное пророчество Тиресии о страшной смерти, которая постигнет его. В песах фиванского цикла Тиресии слепой. И это по-разному объясняется поздними исследователями мифов. Согласно Калимаху, он видел купание Афины. И она ослепила его. Но взамен дала ему дар провидения. В более популярном варианте, изложенном Авидеем, Тиресии увидел однажды свадьбу змей. Ударил их своей палкой и был обращен в женщину. Спустя семь лет он вновь увидел этих змей и ударил их. И снова оказался в мужском обличье. Эта история цитируется Данте в Аде, где Тиресия пребывает среди колдунов в муках девятого круга. Слепота же Тиресия наступила позже, когда Зевс и Гера спросили его, кто больше получает удовольствие от любви, мужчина или женщина, поскольку он, Тиресия, испытал и то, и другое. Он заявил, что женщина. Гера оскорбилась и ослепила Тиресия, а Зевс одарил его долгой жизнью и даром провидения. Тиресия – ключевая фигура в трагедии Сафокла, царь Эдип, так как он знает, что осквернение Фив началось с самого Эдипа. В Акханках и Врипида Тиресии побуждает Пенфея принять культ Диониса в Фивах и предсказывает, что Бог будет признан в Дельфах. Через всю пьесу он проходит одновременно вдохновленным провидцам и рационалистам, а Тиресии писали Суинберн, Теннисон, Эллиот и Аполлинер. Вот так вкратце о Тиресии в Фиванском прорицателе. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok